Десятилетняя девочка из Углегорска пряталась от обстрелов с папой, дядей и бабушкой в подвале девятиэтажки. Но российские снаряды уничтожили дом. Выжила только Вероника. Осколки попали ей в голову и позвоночник. Состояние девочки было критическим. Сейчас она во Львове, где ей вскоре должны сделать операцию. Впереди Веронику ждет длительная реабилитация. Так, поднимай вверх. Болит? Да. В Львовской больнице Святого Николая реабилитолог помогает восстанавливать руку 10-летней Вероники. Девочка 9 апреля получила миновзрывную травму. Тогда вместе с отцом, дядей и бабушкой прятались от обстрелов российской армии в подвале девятиэтажки в Угледаре. Как будто бы стреляли из танка и снаряд залетел прямо в подвал. Буквально на окошечке. То есть с танка стреляли по дому? Ну да, по жилобному массиву. Вероника единственная, кому удалось выжить в подвале. Ее из-под завалов достали соседи. Прилетел снаряд, погибли все. Самые малые ранения были у Вероники. Я думаю, ее закрыли взрослые. Потому что взрослые были большие. Родных Вероники похоронили соседи недалеко от дома, где всех завалило. По словам, похоронили где-то на территории местной церкви. То есть это не кладбище, там не было возможности как-то подробно. И ранения были очень сильными, то есть с отрывом конечностей. Раненую девочку привезли в больницу Днепра. Нашелся и один из родственников в Киеве. Дядя узнал ребенка только по шраму на руке. Она была в очень тяжелом состоянии. Она была, ну, несколько дней в коме точно. Там были критические 73 или 2 часа. Когда, собственно говоря, там, желали ребенок выжить и выжить. Я узнал ее по шраму на локте. У ребенка была когда-то травма. Я знал, что там лечили локоть, ездили в Харьков. У Вероники осколочные ранения головы и позвоночника. С повреждением головного мозга и позвоночника у нее есть два металлических осколка в правом полушарии головного мозга и второй находится между шестым и седьмым шейного отдела позвоночника. А еще Вероника потеряла палец на левой руке травмированной и правой рука. У нее паралич этой руки. Единственное, работают пальчики и кисть. Кисть работает частично и, собственно, задача состоит в том, чтобы возобновить подвижность руки. Мы используем терапевтические упражнения для уменьшения боли в плечевом суставе, для укрепления всех мышц руки, кисти, пальцев. Несмотря на боль, Вероника сегодня улыбается. У нее 10-й день рождения. С днем рождения тебя! Спасибо! Вероника, задувай. Загадывай желание и задувай. Сильно! Сильно! Цветные шарики, праздничный торт и подарки. Родные малышки, сотрудники больницы и волонтеры пытались привнести немножко радости в такой сложный для девочки период жизни. У Вероники впереди еще одна сложная операция. Врачи планируют вытащить из головы осколок. А далее длительная реабилитация. Ее медики надеются организовать за границей.